ребята здравствуйте сегодня у нас с вами новая тема давайте запишем ее называется она площадь поверхности цилиндра давайте попробуем найти площадь фигуры которая образуется создается поверхностью цилиндра так давайте мы изобразим для начала сам цилиндр центрами в точках о о 1 основание цилиндра так и давайте с вами возьмем высоту цилиндра высота цилиндра это будь то отрезок о 1 это высота цилиндра будь то образующий нашего цилиндра отрезочек а b предположим как вот она высота цилиндра h ребята давайте теперь подумаем вот если мы с вами разберем на запчасти наш цилиндр да что же у нас получится ну понятно что если мы с вами возьмем верхнее основание это будет обыкновенный круг нижнее основание нижним основанием также является круг что за фигурой будет являться боковая поверхность нашего цилиндра ребята давайте с вами возьмем обыкновенный лист бумаги прямоугольный да и свернем его что за фигура мы получим ребята а мы ведь на самом деле и получим как раз таки цилиндрическую поверхность то есть боковую поверхность нашего цилиндра да то есть по большому счету это развертка цилиндра она является прямоугольником давайте мы изобразим этот прямоугольник попробую его вам показать в адекватном формате вот на самом деле ведь для того чтобы найти площадь боковой поверхности нам с вами достаточно найти площадь никого прямоугольника а площадь прямоугольника находится очень и очень просто мы должны у прямоугольника знать ширину и длину нашего прямоугольника шириной нашего прямоугольника называется как правило та сторона которая короче до а длиной так которая длиннее так вот шириной нашего прямоугольника естественно будет являться что будет являться высота нашего цилиндра а длиной нашего прямоугольника будет являться длина окружности в основании. Так, то есть мы можем с вами, допустим, изобразить точку B. То есть вот поехала длина нашего прямоугольника от точки B. Вот, и круг замкнулся также в точке B. Ну, давайте мы с вами здесь прям по соседству поставим точку B1, допустим. То есть мы в B начинаем, и полный кружок завершается у нас в точке B1. Вот, и нам необходимо найти вот это расстояние между точкой B и точкой B1. Это расстояние равно длине окружности. Но длина окружности, ребята, у нас с вами равна 2 умноженным на число π и умноженное на радиус данной окружности. То есть 2πr. Ну, соответственно, отрезочек BB1, являясь длиной нашего прямоугольника, равен также 2πr. Ну, и значит, площадь данного прямоугольника, площадь у нас с вами будет равна ширина h, умноженная на длину на 2πr. Ну, давайте коэффициент мы поставим спереди. Так, и тогда площадь у нас будет равна 2 умноженным на π, умноженным на r и умноженное на h. На высоту нашего цилиндра. Вот мы и нашли с вами, ребята, площадь боковой поверхности. Это площадь боковой поверхности. А если мы с вами говорим про площадь поверхности всего цилиндра, то нам с вами необходимо к боковой развертке добавить еще площадь потолка и площадь пола. Это у нас с вами будет площадь полной поверхности, либо площадь просто поверхности, без слова боковой поверхности. То есть, площадь поверхности цилиндра, то есть, полной поверхности. Это у нас синонимы площадь поверхности и площадь полной поверхности цилиндра. у нас будет равна, значит, верхнее основание, это площадь круга, то есть πr в квадрате и умноженное на 2, потому что у нас есть и верхнее основание, и нижнее основание, и они абсолютно одинаковые, то есть 2πr квадрат и плюс 2πrh. Теперь мы с вами можем 2πr вынести за скобку, 2πr выносим за скобку, и в скобке тогда у нас с вами останется что? r плюс h, r плюс h. Кубочку закрываем. Вот мы найдем по этой формуле площадь поверхности или площадь полной поверхности нашего цилиндра. Ну а на этом, ребята, у нас с вами все. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok